Добрый день! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Вода растекается по всей земле огромными океанами и маленькими лужицами. Пойдем и моемся, купаемся, катаемся зимой по ней на санках, коньках и лыжах. Воду мы пьем, потому что она входит в состав всех живых организмов. Воду пьют для поля и леса. Без нее не могут жить ни звери, ни птицы и даже ни человек. Вода добывает электрический ток на электростанциях, моют города, машины, дороги. Да и мы сами больше чем наполовину состоим из воды. Вот какая вода нужная, она необходима для жизни всего на земле. Предлагаю вашему вниманию обзор книг, посвященный теме вода. В нем представлены книги Арена Арамштам, Виталия Бьянки, Нины Гернетт, Михаила Пластова и других известных авторов. Приятного чтения. Марина Арамштам, как осень замуж выходила? Вы догадывались, что великолепное платье из ярких листьев было осенью не всегда. А зачем она его сшила и кто ей помогал, знаете? Об этом новая, на этот раз осенняя сказка, Марина Арамштам, где вам встретится не только осень, но и тучки. Большие и маленькие. Сорока, ветер и вода. А еще принц серебряный дождь, у которого был волшебный плащ. Этот плащ очень любили тучки. Ведь когда на складки попадали солнечные лучи на небе, появлялась радуга и тучки с нее скатались. Однажды принц решил, ему нужно срочно жениться. И понесла эту новость сорока у себя на хвосте, чтобы поскорее найти принцу самую красивую невесту. А кто станет его невестой, вы узнаете, прочитав эту сказочную, красочную книгу. Рыбий дом Виталия Бьянки. Это скорее рассказ, чем сказка. Он научит с уважением и интересом относиться даже к маленькой рыбке, колюшке, по прозвищу Остопер. Храбро сражающийся с хищниками. Жил Остопер? Нет, не тужил. Но пришло время и задумался он о потомстве. А для этого надо было построить дом. Но Остопер справился с этой непростой задачей. Не успел построить детскую, как без его ведома другие молодые мамочки наполнили домик икринками. Остопер отважно защищал от хищных рыб, малышей-приемышей, которые наконец-то вылупились из икринок. А что случилось дальше, вы узнаете, прочитав эту историю. Кемюр Максютов. Любопытная история про капельку. Необычные приключения происходят с капелькой подземных вод после того, как прозрачный родник выносит ее на поверхность земли. В увлекательной форме юным читателям рассказывается о разных состояниях воды в природе и о том, чем она может быть полезна людям. Познавательная сказка написана по принципу развлекай-развивай. Она станет еще одной ступенькой к познанию ребенка окружающего мира. Евгения Марк. Океан начинается с капельки. Все ли мы знаем о воде? Она совсем рядом. Открыл водопроводный кран. Пей, пожалуйста. Перед тобой кружка с чистой студеной водой. В ванной комнате ты снова встретился с водой, которая сама пришла к тебе в дом. А неподалеку от места, где ты живешь, бежит речка. Здесь каждый камешек знаком тебе давным-давно. Рассказы о воде Евгения Мара познакомят тебя, как человек стал победителем воды и даже лед заставил служить себе. Михаил Пластов. Капля в море. Это познавательная сказка о роли воды в жизни человека. Кап-капычем маленький читатель проследит круговорот воды в природе и узнает о той огромной роли, которой играет вода в жизни человека. В книге Марии Поступальска «Планета океан» рассказывается о том, какое место занимает вода на планете Земля. О круговороте воды в природе, о водоемах, о текучести водах и их использовании воды человеком. Маленький водяной мальчишка в красном колпачке из домика под водой. Один из самых увлекательных литературных героев Отфрида Пройслера. В книге, которая так и называется «Маленький водяной», собрана новая история, с которой можно прожить целый год, играя с маленьким водяным в мельничном пруду. Шаловливый и забавный мальчишка живет в подводном доме среди своей родни и рыб. С ними всегда что-то случается. Иногда он проказничает и не слушает своих родителей, и получает за свои проказы хорошую такую трепку. А еще у него есть лучший друг, Карп Купринос, который катает его на спине. А как наш главный герой познакомился и подружился с человеческим мальчиком, вы узнаете, прочитав эту книгу. Николай Сладков в книге «Подводная газета» дает широкую картину жизни обитателей подводного мира. В коротких, занимательных рассказах показаны особенности подводной жизни растений и животных. В обыкновенных газетах пишут о людях и об их жизни, но и в подводном мире случаются множество происшествий, о которых необходимо рассказывать. О них и поведает «Подводная газета». Николай Сладков в коротких заметках и очерках рассказывает о жизни обитателей морских глубин. Читатели узнают секреты успешной рыбалки, послушают репортажи аквалангистов с места событий, прочитают рассказы рек, озер и морей, и о самих себе. Александр Тамбиниев, как увидит морское дно, представь, что ты поднимаешься на борт научного корабля и отправляешься с экспедицией в далекое Красное море. Тебе предстоит узнать, как устроен научный корабль, изучить все приборы, которые ученые используют для своих исследований, узнать устройство акваланга и погрузиться с ним под воду. Где перед тобой предстанет все многообразие флоры и фауны Красного моря, однако из самых красивейших морей – земного шара. Если ты любишь морские приключения, то эта книга как раз для тебя. Фантастический герой Корнея Чуковского – Майдадыр, умывальников начальник и мочалок-командир, вмиг научат всех грязнули умываться и чистить зубки. Расскажут ребенку, как важно следить за внешностью и соблюдать правила личной гигиены. Малышу обязательно понравится эта история, ведь в ней множество забавных персонажей. Ожившие умывальники, мочалки, самовары, пироги и утюги помогут привить детям любовь к порядку и аккуратности. Ребенок с удовольствием получит наизусть отрывочек, что поможет развить речь и память, а также пополнить словарный запас. Приятного чтения! Редактор субтитров А.Семкин